Слава нашему Святому Богу, Всевышнему, Великому Богу. Я прищаюсь к своим подписчикам. Если вы думаете, что Бог спасает только христианство, то вы проклятны. Представляете? Бог умирал за всех. Бог отдал Сына Своего за всех. И Он умирал. За всех умирал Господь. За всё человечество. Бог единый. Если христиане не понимают, что Бог единый, Он сотворил всю Вселенную и все жители на земле Его, то вы согрешаете. Кайтесь. Христиане, кайтесь. Кайтесь, потому что Бог стучится ко всем сердцам. Переселение. Хидзу. Хороший переводчик Корана, но почему-то слово Хидзу он не перевёл. Он так его написал. Я нашла уже в Википедии, что это переселение. А вот это беда, которую порождают войны. Вчерашний день особенно был насыщен информацией о моих родственниках, которые вынуждены были из-за войны выезжать за границу. Им там неудобно, неуютно. С ребёнком живут в подвале. Ничего хорошего война не дала. Ничего хорошего, понимаете? Бабушка поехала внуку помогать, дочке с внуком. Внучке с правнуком. Господи помилуй, да? Потому что мать погибла. И её поселили в другом месте. Она не может быть находиться рядом. То есть беда. Беда. Никакого покоя. Люди, говорят, остались с какой-то определённой суммой денег, а отцены вдруг возросли в тех странах, куда они поехали. Вот такая наша нелепая жесть сейчас во время войны. А что говорит Коран? А Коран – это пророчество. Кто не верит, покайтесь. Представляете? Бог един. Если Коран перекрутили кто-то и начал убивать, то почему убивали христиане? Тогда вопрос. Почему убивали христиане? Коран дан для того, чтобы разъяснить тем, кто отступили от истинной веры. Но и тут тоже было отступление. Вот человеческое сердце. Поэтому я проповедую вечность на земле. И она заключается в том, чтобы постоянно пребывать в слове, которое обличает, назидает и утверждает. Вот. Так что говорит 15 сура Аль-Хиджр? Переселение. Во имя Аллаха, Бога. Запомните, Аллах – это равен Богу, Всевышний, Единый, Творец, Милостивый, Милосердный, с большой буквы. Алиф, Лам, Рам – это аяты Писания и ясного Корана. Разъясняющий, понимаете? Не отрицающий. Те, кто сейчас мусульманами называется, ислам. Не отрицающий Бога в слове вечном, в Библии, в Торе. Не отрицающий, понимаете? А назидающих, наставляющих, те, которые решили, что можно что-то сочинять, можно дописывать, что-то фантазировать, понимаете? Блуждать в мыслях и достигать какого-то успеха. Нет, Бог не такой. Рекомендую глубиться в Писание. Всё, что люди посочиняли, это подвергается сомнению. Надо очень много знать, чтобы понять, правда там или неправда. Лучше читать Библию. Все селения, которые мы погубили, имели известное предписание. Мне голова болит. Господи, что ж такое? Уничтожаются земли, уничтожаются районы целые. Под Киевом выжигается земля. Господи, за что это? А Бог меня утешает через кара. Я верю в воскрешение мёртвых. Я понимаю, что люди имели известное предписание. Ни одна община не может опередить свой срок или отложить его, понимаете? Бог знал, что такое будет. Знал, что будет непослушание, непослушание пророков. Непослушание пророков. Это мы страдаем. Из-за непослушания пророков. Читайте Библию. Из-за этого проклята земля. Земля. Почитайте Библию, узнаете. Что говорит Коран? В Коране уже много пророчеств. Вот Бог открывает. Сегодня восемнадцатый день войны. Не люблю этого числа. Пятнадцатая сура, я читаю. Может, я отстаю. Извините. Ну вот переселение. Но извините, действительно трагедия сейчас. Всем, кто сейчас переселяется, бежит от войны. У меня знакомые в Киеве плачут за свою внучку, потому что один молдаванин забрал. Во время войны уезжал, убегал с Киева. Я взял эту девочку, которая хозяин снимал квартиру. Он говорит, давайте я свою маму заберу вашу девочку в защите. Так она бедненькая живет, где-то спит на каком-то полу холодном. Вот такая беда, понимаете. Вот такое переселение. Вот такой хит на самом деле, понимаете. Они сказали, вот тот, кому не спослан откровение, да. Кому говорится слово. Воистину ты одержимая. Ну да. Ну это обо мне. Я одержимая на самом деле, конечно. Одержимая той массой информации, которая сыплется на мою голову. Я объясняю. Когда я узнала, что по неизбежности заканчивается рождаемость на Земле, у меня были большие проблемы. Я настолько тяжело это переносила. Я понимаю, как объяснить это человечеству? У людей же будет паника. Ну ладно, у меня не было, людей не будет. Вот. И я знаю, что в церкви, в моей церкви, где вроде должно было выходить слово, истинно должно было выходить, но они приткнулись. Я говорю, прихожу на служение, а у них наоборот. Спасать нужно всех, кто забеременел. Им надо внушать. Не делайте абортов. Все наоборот. Ну все так делается. Наоборот. Говорит, что подготовьтесь, рождаемость заканчивается. А в церкви все. Наоборот. Лилия говорит одно. Нет. Надо воевать. Давайте будем рожать. Ну и что, что вас не берут замуж? Все равно будем рожать. Ну и что, что вы больны какой-то болезнью? Все равно будем рожать. Ну и что, что вам врачи говорят, что не желать? Все равно будем рожать. Противление. 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 А кто Бога ищет? Кто ищет Бога? Кто пребывает в Писании? Оно написано. Горе. Беременным и кормящим сосами. Кто спросил? Боже! Почему горе? Кто спросил? Нет. Это что-то ерунда какая-то написано. Знаешь, что там написано? Ерунда. Все. Так рассуждают? Да. Не мудствуй. Не ломай голову. Зачем тебе надо? Ты умрешь, а потом он знает. Вот война началась. Кто хочет умирать? Кто хочет умирать? Скажите мне, кто хочет умирать? Безумие в человеческом сердце. Как написано? Мысль убивает. Мысль. Я читала вчера. Не читала, а слушала про Мессинг. Поэтому ясновидящего, который читал мысли. И Сталин его пригрел у себя, да? Мессинг, да? Господи, не держится среди фамилии. Ну, да, он говорил, что очень тяжело, когда читаешь мысли. Да, очень тяжело, когда мысли открываются, когда человек рядом что-то у тебя думал и плохо. Это огромная разрушающая сила. Мысль убивает. Мысль. Мысль. В истину ты одерживая говорили, чтобы она на голову говорили. Почему ты не привел к нам ангелов, если ты один из тех, кто говорит правду? Вот люди хотят сразу защиты. Люди ленятся думать, ленятся молиться, ленятся искать Бога, ленятся искать вечности, ленятся учиться любить, ленятся понять, что Бог делает на земле. Но почему ты не привел к нам ангелов? Почему ты не дал нам защиты? Почему мы погибаем? Страшно. А мне тоже страшно. Знаете, почему? Потому что Бог приготовил все, чтобы не было войны. Мы не спасываем ангелов только с истиной. Мы не спасываем ангелов только с истиной. Вот ответы на вопрос в Коране. Понимаете? И не надо, безбожники, христиане, говорить, что там погибель, что они всего отойдут. Потому что жизнь на земле. И они живут. Я не знаю, что там за провокация сейчас. Иран, Ирак. Я не знаю. Я не хочу ядерной войны. Я не хочу. Я не хочу, чтобы моя вселенная разрушена была. Я боюсь Бога. Я вызываю Бога. Мы не спасываем ангела только с истиной. Поэтому у меня три слова уже звучат. Первый – ангел востребил. Второй – ангел востребил. Третий – ангел востребил. Но его не слушать никто. Не нравится людям. Истина не нравится. Нравится сейчас людям смотреть военные действия. Сидеть и наблюдать, что происходит. Ну, это ж зло большое. Это ж большое зло. Смотреть на кровопролитие. Понимаете? Ну, я смотрю на своего отца. Он сидит и вот тут всё время в интернете, что там, где, и наблюдает. И иногда смеётся. Ну, смешно, конечно, да? Война тоже была. Смешно, да? Смешно, да? Ногу кому-то оторвал. Не, ну, я понимаю, ещё другого смеётся, конечно. У нас прикола тоже хватает. Но! Бог смешит иногда. Но! А кто ж помолится за людей? А кто благословит? Кто защита? Кто будет работать? Понимаете? Он же… Папа мне сказал, ты для России пишешь. Представляешь? Что для России я пишу? Так вот, не понимают люди, что блаженные миротворцы. Понимаете? Что нужно унизиться, чтобы возвыситься. Что нужно открывать. Что надо показать любовь, а не ненависть. Понимаете? Поэтому Иисус говорит. Благословляйте. Конечно, кто вас убивает, надо защищаться. А те, кто могут покаяться, нужно им объяснять. И каяться. Слава Богу! Слава Богу за всех, кто сдаётся в плен. Слава Богу, которые имеют мозги. Слава Богу за всех этих русских солдат. Мне кажется порою, что солдаты… Да, как там дальше? Не вернувшись с полей, не в землю полегут когда-то, а превратятся в белых лебедей. Может, я немножко переставила слова или поменяла слова. Но смысл в том, что, да, красиво звучит песенка и слёзы наворачивались, когда её пели. Эта песня была о войне, которая была уже 80 лет назад. Что я хочу сказать? Вообще-то это печально, если люди станут птичками. Надо, чтобы они были людьми, в принципе. Понимаете? Да? Потому что… А если человек превращается в животное, то его жизнь была бессмысленной. Птичкой тоже. Потому что это конец его существования. Поэтому я говорю о реинкарнации, о вечности, о спасении, окончании рождаемости. Это всё взаимосвязано. Вот такая задачка для тех, кто ищет, кто может считать. Вот. Так что Бог дает ангелов с истиной. Вот слушайте истину. Война, а я говорю истину. В истину мы не спасла напоминание, и мы оберегаем его. Мы уже отправляли до тебя посланника к прежним общинам. Какой бы посланник ни приходил к ним, они издевались над ним. Ну да, они издевались, как я говорил. И родственники издеваются. Таким же образом мы насаждаем его, неверие в сердца, грешникам. Они не верят в него, в Коран. Хотя уже были примеры первых поколений. Я не знаю, чем идет речь. Коран – это дополнение к истине, а не отрицание истины. Это должны запомнить все, кто сейчас называют себя мусульманами. Мусульмане – это те, кто покорятся Богу. Слава Богу, за третий аят пятнадцатый. Суря хиджр. Переселение. Что? Оставь их. Пусть они едят. Пользуются благами и увлекаются чаяниями. Увлекаются чаяниями. Скоро не узнают. А первый аят говорит о том, что неверующий непременно пожелает оказаться мусульманами. Неверующий непременно пожелает оказаться покорившимся Богу, потому что жизнь на земле. Вот такая информация на сегодня пока достаточно. Будьте благословенны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok